Продолжение следует... Я слово попросил там. Дайте мне сказать слово. Мне пообещали, но не дали. Сначала я опечалился, думаю, Господи, столько молодежи было, было что им сказать. А им нужно было сказать, братья и сестры, не какие-то басни, а здравое, трезвое предупреждение от Господа. Но не дали возможности. Сначала я не знал почему, а потом Господь мне открыл. Я посчитал, из пяти церквей Господь положил на сердце, теперь иди во все эти пять церквей и найди этих людей. Господи, как? Я пойду, можно к вам? Тут были люди, я хочу их найти. Нет, Господь по-другому начал действовать. Брат Василий позвонил, брат Павел, приходи к нам на служение. Скрас, зеленый свет загорелся. Сегодня утром я поехал в одну церковь, Господь включил мне поворот в другую, и я там проповедовал то, что хотел там на вечере сказать. И такой молодой парень, лысый, видно, много нагрешивший в свое время, вышел и упал на колени. Тема моей сегодняшней проповеди – ДВР. Дети верующих родителей. Может быть, и не в новогодний день, или в предновогодний день говорить об этом. Но я решил себе так, когда я начал проповедовать, а начал проповедовать я недавно, все, что было до того, это была только подготовка. И когда я начал проповедовать, Господь мне сразу положил на сердце, когда будешь проповедовать, говори так, как будто в последний раз ты и они. Говори, самое главное, что нужно сказать людям в какой-то определенный промежуток времени. Невзирая ни на праздник, ни на торжество, поэтому я иногда могу испортить юбилей в церкви или какой-то праздник, крещение или сретение, даже названий не знаю религиозных всех. Не всем это нравится, но люди, которые ждут посещения Божьего, всегда рады и довольны. Но прежде всего я говорю себе. Несколько лет назад я сжил в один дом. Это был дом плача. Сидела женщина, плакала. Несколько дней тому назад она похоронила своего первого сына. Он врезался на мотоцикле в бетонный столб в нетрезвом состоянии. Говорят, ходил в какую-то церковь. Говорят, вроде покаялся. Но не обратился. Слышите, есть покаяние, а за ним должно идти обращение. Он первую ступень перешагнул. В порыве эмоций, может быть, в порыве чувств. Но вторая, она более важная и более сложная. Покайтесь и обратитесь. Не обратился. И скоропостижно вот ушел. И когда она увидела меня, она стрепенулась сразу. Эта женщина говорит, пастор, скажи, где мой сын? С Господом или без Господа? Слышите, молодежь, что ответит бедной матери? Чтобы вы ответили ей на моем месте? Рядом с ней сидела ее родная сестра, которая прилетела в Сибири утешить свою сестру. Но у нее это почти не получалось. Больше того, остаток всей своей жизни она проведет с мучительным вопросом в сердце. Где же мой сын? Через несколько мгновений я увижу моего Иисуса и сонмы спасенных, которые были спасены его благодатью на земле. Но будет ли среди них мой сын? Я бы так хотел и видеть его. Она будет искать всякие аргументы, которые бы ей помогли бы поверить в то, что все-таки ее сын будет спасен. Я прочитаю место, которое записано в книге «Деяния святых апостолов» в 13 главе. 46 стих. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедано Слово Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, вот мы обращаемся к язычникам». Вы знаете, это было, ну, очень радикальное слово для той массы людей, перед которой стоял апостол Павел. И он не рассказывал ей, этой толпе людей, какие-то сказки. Он сказал то, в чем они нуждались, и объяснил им то, от чего они отказались в свое время. ДВР. Первый раз я это слово услышал от моего старшего сына. Мы говорили о какой-то группе людей, а он сказал, папа, да это все ДВРовцы. Я говорю, какие ДВРовцы? Ну, дети верующих родителей, категория людей такая сегодня есть. Через некоторое время я узнал, что есть еще и ДВРы женского пола. Они называют себя ДВРовки. Приехала группа молодежи тоже к нам на север туда, и среди них была одна девушка с какими-то странными глазами. Я тогда не знал, какой отпечаток от себя после себя оставляют героин, марихуана или опиум. Я просто спросил, что за глаза у тебя такие странные? Она говорит, я долгое время, дядя Паша, была ДВРовкой. Вы знаете, когда открылась Америка и началось ее интенсивное заселение европейцами, на свет появились очень многие категории людей, социально-политических или национальных прослоек, которые называли себя в зависимости от браков, в которые они вступали. Одних называли креолы, других называли мулаты, третьих называли квартиронки, четвертых называли метисами. Это были новые народы, которые абсолютно, можно сказать, случайно или благодаря стечениям обстоятельств появились на карте Америки. Несколько десятилетий, 10, 20, 25 лет тому назад в нашем христианстве произошло событие, можно назвать его разделением в нашем христианстве славянском, которое принесла эмиграция. Огромная масса людей переселилась из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдавии в Америку, а половина остались там. Это событие очень сильно повлияло на церкви и здесь, и там. Там церкви обеднели, потеряли очень много служителей своих, очень много сильных, мужественных служителей, опытных потеряли. Пополнились быстро, но кадры не сразу рождаются. Здесь, пройдя через массу трудных обстоятельств, через всевозможные препятствия в эмиграции, мы тоже столкнулись и с хорошими вещами, и с негативными. Мы сегодня не будем обо всем говорить, у нас нет времени. Так вот, вот это наше положение здесь как раз и породило целую плеяду молодых людей, которые сами себя назвали ДВРовцы. Иногда я называю их креолами, то есть люди, которые родились здесь, или которых привезли сюда малышами. Это наши дети. Я помню, к нам пришел один служитель, американец, когда мы только организовывали церковь, он сказал, через некоторое время вы будете русскими родителями с американскими детьми. Мы не понимали, о чем он говорил. И мы не знали, как это встретить в своей жизни. Больше того, мы абсолютно были безоружены, что-то с ними делать тогда, когда они будут попадать в будущие проблемы. Мы были, не имели опыта. А это время к нам пришло, не спрашивая нас. Это был наш выбор. И вот такая масса детей появилась на экране, на сцене, можно сказать. Знаете, они во всех церквях есть. Я бываю часто, везде слышу, вижу, разговариваю, молодежь. Если сегодня здесь есть двое из той категории, или хотя бы наполовину, то я сегодня буду говорить об этом. А для второй половины молодежи я буду говорить это в качестве просто предупреждения, чтобы вы на этот путь не встали. А для тех, которые все-таки находятся там, сегодня Божья благодать будет проявляться в качестве призыва и предупреждения. Для вас никакого словословия сегодня не надо. Это будет маскировка. Вам нужно покаяние вечером, сегодня, перед Новым годом. Потому что Господь живет в словословии, раз. Второе, в сокрушенном и смиренном сердце. Когда человек кается в своем грехе и открывает свое сердце, и куда потом может зайти Господь и жить в нем. Знаете, слово ДВР – это хорошее слово. Оно расшифровывается. Дети верующих родителей. Что в этом плохого? Это прекрасное слово. И кажется, оно должно говорить нам о том, что это ребенок вырос в верующей семье, пошел по стопам своего верующего отца, пошел по стопам своей матери, точно так же любит Господа, точно так же любит Святое Божье Слово, ходит в церковь, служит Ему нелицемерно, искренне, с дерзновением, с радостью и призывает к этому других. Но в данной ситуации это слово носит негативный оттенок, отрицательный оттенок. Как раз-то вот этим словом называются дети верующих родителей, которые не пошли по стопам своих родителей, которые так же шагом, все дальше и дальше, сначала с передней скамеечки, перешли на заднюю, потом в коридор перешли, потом на парковку перешли, а потом пошли в бары, в ночные клубы, а потом кто на кладбище, а кто в репцентре, один в Миссури репцентр есть, другой в Калифорнии, четвертый в Орегоне. И кто там? Дети верующих родителей. Я помню, мы приехали в одну зону, в Казахстан, и проповедовали там слово Божье, и один бандюга вышел вперед первый и упал на колени, и кто-то сказал, у него там в Кокчетаве родители верующие. А я только начал ходить за Господом, думаю, Господи, как же он попал сюда? Из верующего дома попал вот сюда, на 10 или 15 лет, строгача получил, строгого режима. Это не то, что колония здесь в Лайна-Лейкс, или вот там по десятке в Сан-Клауде. Там не кормят горячей курятины и чистым рисом. Как раз-то вот эта категория людей, которые не пошли за Господом, которые отвернулись от Него, наплевали на своих родителей и на Господа, которому служат их родители. И заставили их плакать сегодня. Для того, чтобы, знаете, что они сделали, что случилось с ними, как их расценивает Господь, каково их настоящее и каково их будущее. Для того, чтобы больше понять глубину вот этого спорного, этого ищу, знаете, нужно обратиться к израильскому народу. О котором я прочитал слова «Вам, Перл, наднижало быть проповедано Слову Божьему». Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни. Вы слышите, что такое отвержение Божьей благодати, которое проявляется многоразлично? Она многоразлична. И в пении, и в молитве, и в прославлении, и в назидании, в вере, в здравом изучении Божьего Слова, и в покаянии своих грехов. Что-то одно вырвать из этой многоразличной благодати можно заблудиться и далеко уйти. Так вот, как раз многое, со многими это и произошло. Господь избрал израильский народ. Брат в молитве сказал, он что хочет, то и делает. По милости, не по нашим, это только его. И вот по каким-то божественным, мне тяжело это понять, Бог просто выбрал Авраама, наблюдал за ним, смотрел за ним. Он был такой же человек, не знал живого Бога, ничего не знал. Ходил себе на верблюдах по пустыням, спас своих овечек, семья была у него, а потом Бог взял его и избрал. Из себя я сделаю народ особый. Почему? А так я просто захотел. Исайя 44 глава. Ныне слушай Иаков, и раб мой Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя, образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я и залью воды на жаждущее, и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мой на потомков твоих, и будут расти между травой, как и ивы, при потоках вод. Один скажет, я Господень, другой назовется именем Иакова, иной напишет рукой своей, я Господень, и назовется именем Израиля. И так иронично приходится добавить, а другой скажет, я ДВРовец. Это избрание, братья и сестры. Посмотрите, Господь просто избрал, благословил, сказал, кем они будут на этой земле, показал их преимущество перед другими народами, и отправил их в жизнь. Апостол Павел говорит об их преимуществе, римлянам 9 глава, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их отцы, и от них Христос по плоти, сущий на семи Бог, благословенный вовеки. Аминь. Это Господь избрал этот народ и наделил его такими преимуществами по отношению к другим народам, населяющим землю, которую сотворил Господь. И как они это оценили, братья и сестры. И как они этим дорожили. И как они это берегли. А вот как. Остановитесь на путях ваших, говорил им Господь. Расспросите, рассмотрите, где путь древний, чтобы вам идти по нему. А они сказали ему, что? Не пойдем. А что такое случилось с вами? Да вот хотим быть похожими на прочих народов. Хотим царя иметь. Хотим истуканов иметь. А что нам это? Благодать, эти заветы, эти скинии. Они не увидели Христа в скинии. И потому, когда Он пришел, они Его не узнали. Они в Слово не вникали. Хочется сказать, они не читали 32 лекции о скинии Каргеля. Свет из тени будущих благ, как в этой скинии Христос был им показан. А пили они из скалы, оказывается, из камня, которым Христос был. Оказывается, крещение принимали во имя Иисуса Христа в Черном море, и этого не узнали. И отвергли. И апостол Павел, и в книге «Деяниях апостолов» Стефан говорит, «Жестаковыеные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Они убили предвозвищших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Не сберегли такое прекрасное богатство. Вы знаете, когда нам дадут хороший чек или кеш, мы его берегем, чтобы не потерять. Такое богатство было, но ни у кого не было. Скажи, никто бы не поверил, а им просто вот Бог дал по своему какому божественному рассудку. А они сказали, нам это не надо. Это самое страшное, до чего может докатиться человек. Когда ему дают, а он отвергает, человеку больно. Один служитель рассказывал, мы взяли девочку с Мексики, и что-то страшное творилось в нее сердце, какой-то протест против вот этого удочерения. И мы, говорит, каждый день приносили ей завернутый подарок. И вы знаете, она так и не нашла с нами общий язык. Мы вынуждены были взять и отвезти ее в эту нищую Мексику. И мы отвезли. А когда мы зашли в ее комнату, оказывается, посреди комнаты была куча подарков, которых она так и не развернула. Ни одного. И чем закончилось, братья и сестры, избрание еврейского народа? Ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Чего я еще не сделал для виноградника моего? Чего он должен был сделать ему? Почему? Когда я ожидал, что он принесет дикие добрые плоды, а он принес дикие ягоды. Итак, скажу вам, что сделать виноградником моим. Отниму от него награду, и будет он опустошаем. Разруши стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, и не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он волчицами и терными, и повелю облакам не проливать на него дождя. Если евреи слышат меня здесь или где-то на интернете, простите меня, это о вас написано вашим пророком Исаия. Это закончилось разрушением Иерусалима, изгнанием из родной земли, холокостами, еврейскими погромами, и стеной плаща в Иерусалиме. Кто-то, наверное, был и видел своими глазами. Остатки избрания. Но это еще на время. Благодать еще откроется. Это другая тема. Вернемся к ДВР. С Рождеством Иисуса Христа на земле, на землю пришла благая весть. Весть, которую земля ждала тысячелетиями. Пророки говорили, издали, видели и радовались, и не получили обещанного. Стремились к нему и не достигли его. Писали о нем, но не увидели его. И вот тем, кто родился в новое время, это прекрасное время благодати, оказана была такая громадная честь. Благая весть стала распространяться по лицу земли. Шаг за шагом из Иерусалима, в Самарию, в Иудея и до края земли. В Японию, на Камчатку, в Корею, в языческие джунгли, Амазонки, в Индокитай, по всему миру и даже в мусульманские страны. Весть о Христе спасающем и милующем. Благодатная весть коснулась этой земли. Кому-то она пришла в первый день в Вифлееме, кому-то через 30 лет спустя, кому-то через 50, 60, а кому-то 2000 лет понадобилось, чтобы эта благая весть наконец-то коснулась его сердца. И люди принимали. Принимали по-разному, но Церковь Господня крепла. Благая весть распространялась сначала слабыми техническими средствами, а сегодня, братья и сестры, огромным мощным потоком. Люди принимают благую весть, радуются, и написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. К некоторым благая весть шла ценой жертв, пролитой крови и потерянных жизней, во имя спасения хотя бы одной души. А доверовцы в этом родились. Они открыли глаза, и вокруг них уже благодать. Они открыли глаза, а в родильном отделении уже пастырь молится с их родителями. Его не успели принести домой в восхищение уже церковь. Благословляют и молятся маленького рожденного человечика на земле. Мать связывает с ним самые прекрасные надежды и сокровенные мечты своего сердца. Вот человек родился в мир. Уже не вспомнит той скорби, болезней своих, радуется. Как было приятно, когда он говорил первую свою молитву. Кто-то на YouTube, да я сказал, что не знаю, не дружу с компьютером, но иногда мне открывают, на YouTube ставят маленьких проповедников. Один на Украине, в Черновсах, так имитирует регента церкви. Мама початку и машет ей, и размахивает. Мама снова, она бедно уже замучилась петь, а он регентует на кухне вместе с мамой. Дети молятся, в собрание играют, Библию читают, хотя читать не умеют. Сегодня брат рассказывал, как брат, маленький трехлетний мальчишка взял Библию, как начал нам проповедовать. Мы только, чтобы не засмеяться, потому что засмеемся, закрывает Библию и уходит. Больше проповеди не услышите. Одна сетра рассказывала, дети вечерю играли, хлебушка взяли, разделили, соку взяли на кухне, и брат помолился, старший, и разносит вечерю. Мимо сестры проходят, а ты недостойна, ты маму сегодня не слушалась. Вот это да. Они живые богословы. Когда они приходили, особенно в советскую школу, учителя стыдно было, девясь их ответом. Мы, пошорок, по 50 лет, не знаем этого. Откуда этот штунда знает? Вот это прекрасное, чего мы потеряли. Один мальчик поехал с Америки в Россию, у него хорошее библейское имя, Авель. И когда спросили, как твоим, говорят, Авель. Как, как, Авель? Ну-ка, повтори еще раз. Меня зовут Авель, Библию вам читать надо. Они богословы, они живые проповедники. Они, вот, родились, и вокруг них уже Божье спасение, благодать. В Африке конференция была, и черные пели потрясающую песню. Она переводилась на все языки присутствующих на конференции. Говорит, Иисус, как долго ты к нам шел? Две тысячи лет ты к нам шел, а за это время умирали наши отцы, не зная спасения. И потом, это второй куплет, европейцы, почему вы так нам поздно принесли Иисуса? И третий куплет, призыв чернокожим, давайте мы так не поступим, сегодня встанем и пойдем проповедовать Евангелие нашим братьям, и умрем за это Евангелие, и многие умирают. А вы родились в этом. Вы в этом родились, вы приняли закон и служение при служении небесных ангелов. И, к сожалению, многие не сохранили. Это самое страшное преступление, на которое способен человек. Есть многие грешники, но которые этого не знали, которые Библии не открывали. С ними Бог будет разговаривать совсем по-другому. В порыве эмоциональных чувств такая девочка на Чукотке прибежала к миссионерам и говорит, вам повезло. Ну, почему Бог не сделал так, чтобы я родилась в христианской семье? Вам хорошо, вы проснулись, у вас мама верующая, папа верующая, а мое детство прошло на улице. Меня все пинали, плевали, насиловали, оскорбляли, били отец, брат, все мальчишки. Ну, почему я хуже вас? Вот Господь избрал вас, потому что Он так захотел. Представьте себе, избрал и говорит, пойдемте со мной. А кто-то сказал им, иди сам, я не пойду с тобой. Иди, куда хочешь, я с тобой не пойду. Что может быть еще хуже, молодежь? Что может быть еще хуже? Как это случилось? Необратимый процесс интеграции, потеря связи между поколениями, столкновение двух культур, потеря нашего языка, стечение обстоятельств, что это? Социальная проблема, потеря авторитета церкви, слушателей, очень много фактов, которые способствовали тому, чтобы на земле появилась вот эта прослойка ДВР. Первое, братья и сестры, это горько и обидно, но не удивляйтесь этому сильно. Библия, перед тем, как мы еще об этом знали, она уже говорила нам о категории таких людей. Книга Судей. Когда весь народ отошел к отцам своим, восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. И сыновья Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской и обратились к другим богам, богам народов, окружающим их, и стали поклоняться им и раздражали Господа, и оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартом. Первая книга царств, вторая глава, показаны люди, не простые люди, а дети служителей. Сыновья же Илья были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали о жертвоприношении Господу. Илья же был весьма стар и слышал, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, что они спят с женщинами, собирающимися у входа в Скинию собрания. И сказал им, для чего это вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи от вас, от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую слышу. Вы развращаете народ Господень, сыновья пророка Самуила. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонялись в корысть и брали подарки и судили привратно. Гиезий, помощник Елисея, Димас, сотрудники помощника апостола Павла и тысячи других, которые рядом были с благодатью Божьей, имели ее, отвернулись от нее и пошли, возлюбив нынешний мир. Сегодня к этому списку можно добавить тысячи и тысячи детей, христиан, проповедников, деканов, служителей и даже пресвятеров самых больших и высоких рангов. Давайте попытаемся понять их духовный мир, чем они живут и чем они дышат и что у них на сердце. Они часто говорят, у меня верующие родители. Это прекрасно. Верующие родители, это ваша последняя надежда. Они молятся за вас. Но слышите, верующие родители, если вы не покаетесь, спасут себя только сами себя. Спасутся сами. Или Господь их только их спасет. Доказательство или подтверждение этому книга из Икииля, 14 глава, с 19 стиха. «И если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее жив я, говорит Господь, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, никаких ДВРов совправенностью своею, они бы спасли только свои души. Только свои! Поэтому вам нужно самим решать вопрос своего спасения. Другие говорят, категория Б, знаете, Бог милостив, последний раз крикнул, последнюю минуту, и Бог меня спасет. Ведь так же говорили в церкви, которую я в детстве посещал. Вы знаете, эти люди сами свидетельствуют против себя. они показывают, что они сделали сознательный грех отвержения Божьей благодати. Действительно написано, что всякий, призывающий имя Господня, спасется, но это написано к тем, которые никогда не слышали о Боге, как те африканцы. И вдруг благая вещь к ним пришла, еще не зная прекрасных слов общения с Господом, словословия никакого. Они просто сказали, Господь, если это правда, то ты спаси меня, несчастного язычника. Спаси, я призываю твою благодать. Я становлюсь под поток твоей очищающей крови и спасения твоего. И они спасаются. А про тебя другое написано. Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле, бит будет много. И второе место Иоанна, если бы я не пришел и не говорил вам, то не имели бы греха, а теперь не имеете извинения в грехе своем. Есть о чем подумать. Третья категория говорит, я обязательно вернусь. Я обязательно вернусь. Я вот вырвусь с этих когтей и вернусь. Один парнишка приезжал в Казахстан с эмиграции к своим дружкам продолжать недоконченные дела свои с ними там. И знаете, все говорил им, нет, я еще стану проповедником даже. Какое было блаженное желание. Но оно прервалось в одно мгновение в автомобильной катастрофе, в машине, когда он ехал под воздействием наркотических средств. Так он и ушел в вечность, не став проповедником. Я помню, одно общение было. И молодежь рассказывала, где они побывали. через какие лабиринты они прошли. Они почти хвалились о том, какими делами они занимались. Иногда казалось, что они еще завидуют или у них еще ностальгия о прошлом. И вот вышел один молодой братик и сказал, а я никуда не уходил. Я просто остался с Господом. Вы знаете, это прозвучало как гром среди ясного неба. Нет, это не подвиг уйти, растоптать, побыть, где хочу, а потом вернуться. Это хорошо, но это не подвиг. Подвиг, когда все говорят белое, а ты говоришь черное. Когда все вокруг тебя давят на тебя и говорят, ну сделай, 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 а ты говоришь, нет, не буду напрасно тратить эти силы и свою энергию, меня этим не сломить. Вот это подвиг, остаться верным Господу, остаться верным своим родителям. я помню, в наш пьяный совхоз пришла Божья благодать в качестве старого магнитофона комета 12, которая мать купила по копеечкам, собирая средства со своей пенсии, и раз в три месяца она ездила на собрание в Павлодар, записывала проповеди, привозила их в совхоз, и, конечно, первыми слышали эту Божью благодать мы, дети, верующие мамы, а потом уже другие. И особенно запомнились истории, связанные с детьми. Я одну из них расскажу вам сегодня. Кларк, маленький мальчик из британской семьи, был послан служить юнгой на одно британское судно. И вот однажды в выходной день все матросы пили и позвали Кларка. Кларк, иди сюда. Налили ему полный стакан Рома, выпей. Нет, я не буду пить. Как? Ты не слушаешь наш взрослых дядей? Выпей, не буду. В это время мимо проходил капитан и заинтересовался этим интересным разговором. Толпа раступилась, он взял стакан в свои руки, преподнес этому мальчику и говорит «Пей». Не буду, господин капитан. Тогда капитан дал команду «Выпарите его хорошо». Его наказали «Марш на мачту и сиди там всю ночь». Бедный мальчик, не привыкший к такому обращению, дрожа от страха и боли, цепляясь слабенькими ручками за веревочную лестницу, полез на мачту. Утром капитан крикнул его «Кларк, иди вниз». Но ответа не последовало. Один из матросов поднялся на мачту и еле живого мальчика доставил вниз. Капитан снова повторил свой приказ «Пей». «Не буду», «Чуть дыша», ответил смелый юнга. Тогда капитан взял его в каюту и сказал «Я заставлю тебя слушаться меня. Ты будешь меня слушаться во всем, но пить не буду никогда». Тогда капитан сказал «Почему?» И маленький мальчик рассказал ему трогательную историю. Мама всю жизнь страдала, потому что отец всю жизнь пил. Он пропивал все деньги, избивал нашу маму и нас в том числе. И когда она свое уже отмучилась и умерла, и перед своей смертью, когда она умирала, она позвала меня к своей кровати, взяла своей слабенькой рукой мою руку в свою и сказала мне «Кларк, перед тем, как я уйду в вечность, пожалуйста, обещай мне, что ты никогда не возьмешь в рот этого гадкого зелья». Господин капитан, и я обещал, и этого обещания я никогда не нарушу, что бы вы со мной ни делали. Так и передавали по радио. Капитан слушал это с глазами полными слез. А потом протернул руку мальчику и сказал «Я всегда буду другом и защитником мальчика, который так твердо хранит свое слово». Вот это подвиг. Когда ты пошел в хай-скул, все девчонки уже не девчонки, а ты святая и непорочная. Когда все уже все попробовали, а ты сказала мне это не надо. я это тебе нельзя. Нет, мне можно, но я этого не хочу. Вот это подвиг, слышите? Когда дочери Джаша Макдаула, молодежного лидера в Америке, пригласили на вечеринку в честь 16-летия и сказали ей «Тебе теперь 16 лет, ты можешь делать все, что хочешь, пойдем сегодня с нами и мы отметим твое 16-летие в Уайлд Парри». Она с грустью посмотрела на своих соклассниц и сказала «Такими, как вы, я могу стать сегодня вечером, но такими, как я, вы уже никогда не станете». Группа молодежи в Миннесоте вышла на паркинг-клаб после спортивной тренировки для того, чтобы продолжить свой вечер. Одна мадам предлагает услуги «Пойдемте ко мне, я буду в вашем распоряжении, будем делать все, что мы хотим». Молодой человек, видно, хороший, трезвый христианин сказал «А я, пожалуй, пойду домой». Там Адам не успокаивая сказал «А ты что, боишься, что тебя обидит отец?» Он спокойно ответил «Нет, я не боюсь того, что меня обидит отец, я боюсь обидеть своего отца». Вот это подвиг. Недавно мне рассказали историю, которую видели на юге, в южном одном штате. Есть такой там закон у христиан, такой хороший закон или традиция хорошая такая. Я не все традиции люблю, но некоторые хорошие. Вы знаете бракосочетание. Отец вел свою дочь к молодому человеку, который с нетерпением ждал ее на платформе, когда он вручит свое создание в руки вот этого не совсем известного для него человека. Сколько трепета и сколько переживаний. И вот они идут по этому коридору. И когда они дошли до платформы, вдруг они остановились. Девушка поворачивается к своему отцу, снимает с пальца кольцо, на которое отец оденет другое кольцо сейчас и отдает его отцу. И после этого отец берет ее руку и отдает в руки жениха. Оказывается, когда дочери в этих штатах исполняется 16 лет, взамен на обещание быть святой и непорочной в этом развращенном мире своей дочери отец дарит колечко. Называется оно кольцо доверия. Она ему дает обещание. И вот здесь она показывает, что отец я сохранила свое обещание. Будь спокоен. Она имеет право на все благословения. И Господь знаете, не как в баре, а будет как в храме в ее сердце. Свободно радоваться и в ее семейном доме. Молодежь, вот это подвиг. Если вы потратили свою честь уже и свое сокровище, которое Бог дал, вам остается только позавидовать вот таким смелым христианам, которые никуда не ушли, которые не растоптали Божьей благодати. И второе, что нужно вам сделать, просто прийти и покаяться. Если есть сегодня вечером такие люди, то сделать это сегодня. Сегодня это сделать на пороге Нового года. Как на них смотрит Господь? Книга Плач Еремии. Евшие сладкое истаивают на улицах и воспитанные на багранице жмутся к навозу. Такое некрасивое слово. Баграница это одежда царя. Дети царя. Есть такая книжка у Марка Твена, которая называется Нищий принц. Принц сбежал со дворца. И на улице встречает беспризорника. И через несколько минут они понимают, что они как одна капля воды друг на друга похожи. И тогда принц снимает с себя свою одежду, дает ее беспризорнику, а беспризорник надевает на себя одежду принца, и в это время королевская стража на розысках. Берут кого? Берут нищего, увозят во дворец, а сын короля остался на улице и жмется вот так бывает со многими ДВРовцами. Но по границе воспитывались, пение слышали прекрасное, группы приезжали, проповедники приезжали, возможно, сами уже покаялись и потом не сохранили. Эти люди перед Богом как преступники первой степени. Нет, но есть же грешники, убийцы, это другая категория, но это преступники первой степени, которые имели все и просто отказались. Это предатели. Апостол Павел говорит, если мы получив познание истины произвольно грешим, то больше не остается жертвы за грех. Никакой благодати больше не остается. Я не знаю, как крайне кальвинисты разбирают это место, но тут вроде бы все понятно. То не остается больше жертвы за грехи. Я слышал это и видел, и вы тоже слышали это и видели. Вы были живыми свидетелями, как Бог терпеливо шел по пятам этих ДВРовцев, по молитвам матери, ожидая их покаяния, но все было напрасно, и тогда Бог выносил свой приговор. Это еще хорошо, тюрмы, депортации, госпитали, инвалидные коляски, репутационные центры, омоложенные кладбища, это уже хуже. в Калифорнии, целые ряды, 18, 19, 20 лет, в Орегоне не отстает. Неверующие люди написали статью, так и называется, лучше бы им оставаться на Украине. Попал под трак, убегал от полиции. Одного полицейский застрелил во время грабежа прямо на драйвее у одного соседа. Одного зарезали в парке сына служителя, который сказал отцу на просьбу его сынок не ходи на эти гулянки. Он сказал, иду отец, в последний раз. И он был прав. Больше он на пьянки, на гулянки не пошел, там его мексиканцы зарезали и бросили в пруд. Одного скоро вытащили, увезли в карьер сакрамента на разборке и там его пристрелили. Одни собирались в поездку и мать говорит, дети, ну все уже сделали вроде, ну пригласите Иисуса, чтобы с вами поехал в машине туда и обратно. А они говорят, мама, да у нас уже вся машина полная, место только в багажнике осталось, 20 миль отъехали от города, авария, машина в дребезге, только багажник целый, куда они господа запихали. Полицейские удивляются, как так могло произойти. Самоубийство, передозировка наркотиков, смерть, а потом братья и сестры, потом мать сидит и плачет, где мой сын? Но не все умирают так. Наверное, многие из вас были на похоронах Дианы Бутовой, после смерти которой нашли дневник в ее комнате. Я пытаюсь запомнить 10 пунктов, которые она записала своей молодой, нежной рукой на этих страницах. Любить Господа, любить свою маму, которая осталась без мужа в молодые годы, молодой вдовой, помогать ей воспитывать моих братишек и сестренок, любить Господа, любить Его Слово, прилично одеваться. Это все было по-английски написано. И еще одну я хорошо запомнил, когда я пащусь, чтобы об этом никто не знал. 21 год. Как она правильно поняла Божью благодать? Как она хотела идти этим путем? Наверное, сильно хотела, потому Господь ее и забрал к себе в 21 год. не за компьютером, не за шальными компьютерными играми, где только кровь и насилие, а за чтением Библии. Так и умерла, упав на Библию. И все-таки у вас преимущество. Одна ДВРовка пережила клиническую смерть, а потом рассказывает, вижу темный коридор, и какие-то бесы тащат меня туда, а там уже слышен шум и вопли миллионов людей, которые, видно, горят в огне. И они что-то застряли, замешкались. Я слышу такой страшный голос, что вы там застряли, тащите ее сюда. Он говорит, да, хотим притащить, молитвы матери не пускают. Оказывается, мать молилась. Мать уже умерла, а молитвы еще не пускают. Это тоже особая милость Господа, не ко всем она проявлена. Но не ко всем она проявлена. Я знаю, что ни одна мать не переставала молиться, но некоторые так и не увидели спасения своих детей. За вас молятся, и это ваша надежда. Апостол Павел говорит, истину говорю во Христе не лгу. Свидетельствует во мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти. И дальше он говорит то, что мы прочитали в начале израильчан, которым принадлежит вот это избрание, законоположение и так далее. И Господь говорит, придите и будем рассуждать. Слышите, Бог, которому вы изменили, еще не отвернулся от вас и говорит, придите, мы будем рассуждать с вами. Если я виноват, обвините меня в этом. Бог вам говорит такое, найдите во мне вину какую-то, что вы погибаете, найдите, скажите мне, чего я еще не сделал вам, чего мне нужно еще было вам сделать, какой еще христианский дом вам нужно было искать. Если ты говоришь, что нет церкви по духу тебе, то ты обманываешь. Я бываю абсолютно во всех почти церквях в Миннеаполисе, на вкус и цвет, говорят товарищи, нет, выбирай любую, какую хочешь, Бог и в этом идет тебе навстречу, да хоть какую-нибудь выбери, хоть где-нибудь упади на колени и крикни, Господь, прости меня. И Господь говорит, и этот грех прощу, и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши как багряная, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Оказывается, и грех измены тоже прощается. И сейчас мы тоже будем молиться. Завтра мы будем прощаться с Новым Годом. Завтра мы скажем goodbye старым годом. И Новый будем встречать. Кто-то, может быть, не перешагнет этот порог. Всяко бывает. Но многие перешагнут, многие подумают немножко, а многие, к сожалению, и не подумают. Скажут, да, вот слово прозвучало сегодня, а нормально было, классно, и пойдут своей дорогой. И слово Господне будет вам судьей в последний день. Если есть сегодня такие ДВРовцы, я бы сегодня вместе с вашим пастором помолился с вами. Я знаю, что не все сегодня были, которым это слово, многих уже не зазовешь на собрание, но мы будем воевать за них. я попытаюсь эту проповедь, может быть, в полном составе, сделать на диск, и каждому в машину, и не только в нашем штате, а в других штатах. Пусть это будет последним предупреждением для категории людей, которым так было близко спасение, и которые они растоптали, пренебрегли. Но, впрочем, можно все исправить сегодня вечером. Есть такие, кто сегодня хочет просто и покаяться, и обратиться? Слышите? Покаяться и обратиться. То есть, Господи, прости и больше этого не делать. Давайте встаем наши ноги. И, может, кто-то сегодня хочет вот так просто прийти и склониться у ног Господа и покаяться. Пожалуйста, выходите сюда. Если кто-то хочет обратиться сегодня к Богу. Если сегодня кто-то хочет сказать, все, хватит, я больше не буду жить этой греховной жизнью. Я уже наелся этих рожков этого мира. Мне нужен хлеб. Я умираю от голода в этой чужой стране, тогда, когда в доме моих родителей Библия, Слово Божье. Я больше не хочу, я устал. Я хочу покоя в своей душе. Я устал разыгрывать этот концерт. Я просто изнемог уже. Господи, прости меня. А потом беги к своим родителям и у них прости прощения. И оба, и родители, и Господь простит тебя и ничего не вспомнит. Только ты иногда еще будешь вспоминать с сожалением о своих прожженных днях, которые бы мог употребить для славы Господа. Петь будем, да? Можете во время пения выйти и покаяться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!